Очень важно, чтобы наши дороги имели качественное и современное покрытие. Но все-таки безопасность дорожного движения зависит не только от этого. Есть много других факторов. Это профессионализм водителей, соблюдение правил дорожного движения, культура поведения. Начинается путь от пешехода до водителя в автошколах. Наш корреспондент Марина Джалая стала курсантом одной из них и узнала, можно ли за три месяца не просто получить заветное удостоверение, а стать настоящим водителем. Еще на первом занятии преподаватель напомнил, чтобы учили где лево, где право и не путали педали газа и тормоза. Курсанты восприняли это с юмором и лишь на практике осознали, что в экстренной ситуации при отсутствии водительского опыта и хладнокровия забыть можно обо всем на свете. В Гомере будущих водителей готовят в 16 автошколах. Ежегодно курсантами становится порядка 8 тысяч человек, причем около 65% женщины. Для кого-то это дань моде, кто-то долго и осознанно готовится к такому шагу. Светлана Борисейко пересесть с пассажирского места на водительское мечтала давно. С рождением ребенка желание превратилось в необходимость. Очень удобное средство передвижения, не надо таскать на себе коляски и все остальное. Учиться мне здесь нравится, доступно преподается материал. Как бы то ни было, но в результате даже успешного обучения, завершившегося получением водительского удостоверения, не лишним было бы еще перед началом занятий вести обязательную консультацию психолога. Она поможет понять, каждый ли готов стать водителем. К сожалению, нет такого правила, как проверка психологам людей, которые пришли сюда. А это нужно бы сделать, потому что не всякий готов к дороге. И придя сюда, иногда люди понимают, что они не созданы для этого. В каждой группе обязательно находится такой человек. Хотя до конца учебы доходят не все и в силу других причин. Порой курсанты думают, что заплатив деньги, они гарантируют себе получение водительских прав. Но это не так. Терпение, усидчивость, ответственность, способность быстро соображать и принимать молниеносные решения на дороге – все это немаловажные факторы. Даже после внутренних испытаний в автошколе, которые могут пройти у многих без сучка и задоринки, сделать все то же самое в ГАИ не каждому по силам. Здесь они привыкли, привыкли к обстановке, привыкли к преподавателям, привыкли к инструкторам. Это уже такая, хоть и кратковременно сложившаяся, но семья. С долей ответственности как одних перед другими, так и наоборот. В ГАИ на экзамене, на квалификационном экзамене – это другие люди, другая обстановка. И, как любой экзамен, это всегда состояние стресса для человека, который его сдает. В итоге с первого раза водительские удостоверения получают чуть более половины экзаменуемых. У остальных это выходит примерно с третьей попытки. Есть и те, кто так и остается пешеходом. Но все же, анализируя экзаменационную статистику ГАИ, можно выделить самые распространенные ошибки, которые отодвигают получение удостоверения и вынуждают доказывать свои умения повторно. В основном это идет раздел маневрирования. Своевременное включение поворотов, своевременное выключение этих поворотов, перестроение. Как правило, курсант автошколы не совсем воспринимает, значит, не оценивает дорожную обстановку и не учитывает свою скорость и скорость приближающегося транспорта. Кроме того, водителям и молодым, и опытным не нужно забывать, что дорожное движение – это не только автомобили. Это и пешеходы, которые часто очень торопятся куда-то, надеясь на бдительность водителей и рискуя своей безопасностью. С начала года 12 ДТП с тяжелыми последствиями спровоцировали дети, юные велосипедисты, которые не знают простых правил движения по дороге, переход проезжей части не там, увлеченность общением по телефону, наушники с громкой музыкой в ушах. Всего за 10 месяцев с участием несовершеннолетних на дорогах области произошло 38 ДТП, в которых ранения получили 35 детей, в жизни еще четверых оборвались. Поэтому в последнее время к профилактическим мероприятиям, которые проводятся силами или по инициативе ГАИ, добавились и совершенно эксклюзивные акции. Например, бесплатный проезд во время осенних каникул для учеников младших классов в маршрутных такси. Условием было предъявление фликера. Или организованная для учеников импровизированная экскурсия в школьном автобусе в сопровождении инспекторов ДПС. Ехали по Гомельским улицам с самым интенсивным движением и показывали, как выглядит дорога и пешеходы с места водителя. Дети поняли, насколько опасно выходить не то, что на проезжую часть, а даже не осмотревшись на пешеходный переход. Водитель, конечно, затормозит, но бывает, что уже поздно. В связи с тем, что пытаемся достучаться до людей, чтобы они чаще использовали фликеры, световозвращающие элементы, хотим в темное время суток провести такую небольшую акцию людям, те, которые без фликера, выдавать жилеты световозвращающие. В первую очередь родители своим примером показывают, как правильно надо переходить улицы на разрешающий сигнал светофора. То же самое родители показывают пример, носят световозвращающие элементы. Но сколько бы сотен мероприятий не проводили инспекторы ГАИ, как бы ни старались с профилактикой в садах и школах, все же азы самосохранения должны быть заложены в семье. Когда родитель ведет ребенка на красный свет, предупреждая, что с папой или мамой так можно, а сам не ходи, то что тут скажешь? Чтобы быть спокойными за безопасность своих детей не только на проезжей части, но и рядом с домом, нужно беречь их жизни заранее, показывая только правильный пример. Марина Джалая, Павел Антонов, Игорь Морищенко. Новости недели.